Добрый день! Хочу обратиться к россиянам. Многие из вас уже лишились работы, многие лишатся работы в течение следующей недели. И практически все ощутят существенное падение уровня жизни. Что происходит в России и как это дальше события будут развиваться в России? На мой взгляд, Российской Федерации больше нет как таковой. Прикрываясь разговорами о славном советском прошлом, Путин вас вернул не в СССР, а в Российскую империю. С ее четким сословным делением. На высшие сословия, служилые сословия и низшие сословия, то, которое нищее и бесправное. Соответственно, российских граждан тоже больше нет. Ваши ноги голоса на выборах уже ничего не значат. Вы можете приходить голосовать, можете не приходить. Это уже результат никак не повлияет на результат. Результаты выборов, в том числе и выборов российского президента, масштабно подделываются уже более 10 лет. Забудите о выборах. Нет теперь у вас этой возможности. Демократический способ осменить эту власть не осталось. Неугодные кандидаты не допускают это выборов. Россиян последовательно решают остатков гражданских прав. Решили право на мирный гражданский протест. Судят за комментарии в социальных сетях. Навешивают ярлык экстремистов и сажают несогласных. В экономике ситуация еще хуже. Доходы российского бюджета от экспорта энергоносителей растут. А реальные доходы домохозяйств в России падают с 2014 года. Нефти и газодоллары идут мимо вашего кармана. Попробуйте сами ответить на вопрос. Стали ли вы жить лучше с 2014 года? Устраивает ли вас такая жизнь? Российская власть последствия вводит информационную цензуру. Значительная часть средств массовой информации уже выдавили из России. Под видом борьбы с иностранными агентами. А достаточно скоро вас лишат социальных сетей, ютуба и доступа к популярным мессенджерам. Вас это устраивает? В целом, российских граждан больше нет. Большинство бывших российских граждан уже превратили в нищее, нищее и бесправное сословие. По сути, вас превратили в быдло. А новая российская империя стремительно эволюционирует. В каком направлении развивается Россия? В каком светлом будущем? В каком светлом будущем? В северокорейском направлении. Изоляционизм. Противостояние со всем миром. Образ осажденной крепости, окруженной врагами. Вот что навязывается вам, российской властью, со всех средств массовой информации, полностью подконтрольным российским пропагандистским структурам. Сословно-авторитарная Россия не может развиваться ни в экономическом плане, ни в технологическом плане. Все на что оказался способен этот сословно-авторитарный режим это добыча сырья и производство полуфабрикатов. В результате Сколкова и Нана превратились из символов успеха в России в символ ее позора и несбывшихся надежд. Повторяю, никакое среднее, не то что высокотехнологическое, а даже средне технологическое производство в стране со словно-авторитарной формой правления невозможно. Низшее сословие не может производить высокотехнологичные вещи, даже среднетехнологичные вещи. Даже сельское хозяйство не может развиваться в такой стране. Ведь на основе сельского хозяйства лежат современные технологии и независимые, обеспеченные мелкие и средние фермеры. А низшему сословию, формируемому Путину в современном сословно-авторитарном обществе, не полагается быть обеспеченным. Подумайте, сравните это с собой. Может, я не прав? Если вы фермер, насколько вы обеспечены? Любой обеспеченный экономически независимый человек, не встроенный в авторитарную вертикаль власти, является либо врагом, либо репрессируется, либо занимается их странами. Норма для сословно-авторитарного общества. Это был и так раньше. А на следующей неделе к этому добавится, к этой и так грустной картинке, добавится еще один результат новых санкций. В результате уже на следующей неделе многие из вас потеряют работу, а заплата станет существенно сократиться. Вырастет консуриенция на рынке труда, вырастут цены. А ряд привычных высокотехнологичных импортных товаров станет не только по заобращенным ценам, они еще станут дефицитными. И что делать в этой ситуации? Быть пассивным нам уже не получится. Возможности гражданского действия практически исчерпаны. Остается либо уезжать, либо сопротивляться. А третьего не дано. Можно умереть голоду, без вопроса. Уехать из России становится все сложнее. Аверейцы отменяются. Причем отменяются надолго. Визу не выдают. По большому счету уезжать из России следовало до начала масштабной агрессии России в Украине. Ведь при любом варианте завершения активных военных действий в Украине санкции в отношении России останутся. Не следует думать, что вот сейчас Путин накажет этих еврейских бандерасов и все станет как прежде. Не станет. Санкции останутся в любом случае. Что бы тут ни было. С Украины. Как остались санкции после 2014 года. Теоретически можно уехать в одну из стран. Куда еще можно уехать из России. Через одну из этих стран. Например, через Азербайджан. Но это путь не для многих. Это и долго, и дорого. Основная часть не сможет себе это позволить. Другие будут вынуждены все активнее сопротивляться путинскому режиму. Не потому, что хотят. Потому что их лишает возможности к существованию. Будут сопротивляться в разных формах. Информационное сопротивление по преодолению российской цензурии и пропаганды. Жриданская самоорганизация протестных групп. Но по мере ухудшения положения формы протеста тоже будут обостряться. Кроме того, можно прогнозировать не просто закручивание гаек. А настоящие репрессии со стороны авторитарной российской власти. По сути, путинский режим как бы балансирует на весах. Где с одной стороны объем поступающих в Россию нефтедолларов, а с другой стороны масштаб репрессий против инакомыслящих. Чем меньше нефтедолларов, тем больше репрессий. По мере снижения потока нефтегазодолларов из-за усиления международных санкций. А, Китай же отказался. Европа сказала, что не будет преодолевать свою зависимость от российского газа. И Китай отказался от покупки российской нефти. Да, Европа еще покупает российский газ. Пока там не закончилась зима, не закончился отопительный сезон. А дальше все. Независимо от того, чем все завершится в Украине. Газпром потерял европейский рынок. Соответственно, будет больше масштаб против инакомыслящих. А это КНДР. Корейская народная демократическая республика в чистом виде. Это Пучуч. С другой стороны, далеко не все, причастные к властной элите российской, захотят следовать путинскому примеру коллективного политического самоубийства. А это значит, резко вырастет вероятность заговоров внутри власти, заговоров финансированным бизнесом, который не просто страдает, а погибает от этих санкций. Вероятность возрастает бунта региональных элит. Но возрастает вероятность стихийно вооруженного сопротивления самого народа. Впервые за долгие годы в России существенно возрастает вероятность гражданской войны. Ведь путинский режим только окажется сильным. На самом деле он уже прогнил, как трухлявый пень. Это уже сейчас видно в Украине. Это уже сейчас. Да, вы немного знаете. Путинская пропаганда пока работает. Но подождите. Вы узнаете это по другим каналам. Уважаемые россияне! Призывая вас сейчас каким-либо образом, который вам доступен помочь Украине, я призываю вас помочь самим себе. Боритесь за свои права и свободы всеми доступными средствами, включая вооруженные. Права человека, по декларации прав человека, неотъемлемы. Никто не может забрать ваше право ни под какими условиями. Никто не может лишить вас основных гражданских прав и превратить вас в низшие сословия. Вы имеете полное право на вооруженное восстание. И на борьбу в том числе и вооруженное. Не дайте Путину превратить вас в быдло. Пока Путин занят Украиной, ему сейчас временно не до вас. А если он тут, не дай Бог, победит, то вы останетесь один на один с этим выжившим зумомонстром и его репрессивной вертикалью власть, которая брошится на вас. Думайте. Благодарю за внимание. Благодарю за внимание.